Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! Студия Лёна Орлова. Смотрите выпуски. Создаем будущую перезагрузку. В Котласе стартовал интенсив по развитию некоммерческих организаций. Сход цистерны не повлиял на движение поездов на станции Сольвучегоц к Северной Железной Дороге. Удивительный мир сказок. Студентка Котласского педколледжа стала победителем премии «Мы вместе». Сегодня в Котласе при поддержке губернаторского центра Архангельской области стартовал интенсив «Создаем будущую перезагрузку». Его цель – познакомить всех желающих с работой некоммерческих организаций и вовлечь в эту деятельность тех, кто хочет реализовать в нашем городе социально значимые проекты. Что такое НКО? Как они создаются и как их успешно развить с помощью грантов? На эти и другие вопросы отвечают специалисты из областного центра. Кстати, все желающие смогут присоединиться к интенсиву и завтра. Подробности далее. Первый день интенсива по развитию некоммерческих организаций «Создаем будущая перезагрузка» стартовал сегодня в Котласе на базе молодежного центра. Площадка выбрана не случайно. Молодежный центр не раз успешно реализовывал свои проекты в сотрудничестве с НКО. Мы видим с вами, что финансирование бюджета, бюджетных организаций по сравнению с объемами грантовых пулов операторов, конечно, разница огромная. Идея сделать такой опыт доступнее для всех желающих принадлежит администрации Котласа. И это понятно. Социально значимые проекты активистов так или иначе на благо города. Когда вы найдете для себя возможность какую-то идею воплотить и реализовать, я хочу, чтобы вы знали, что любой, кто на территории города готов воплощать идеи самостоятельно, будет поддержан, ну и по крайней мере, 100%. Ну и администрации тоже самое. Среди участников интенсива организации, занимающиеся благотворительной деятельностью, вопросами экологии, представителей культуры и спорта. Это достаточно такая непростая работа. Заявку формировать, правда, очень непросто, чтобы одержать эту победу. Ну и уже по реализации, по реализации, у нас у Федерации опыт, конечно, достаточно большой по проведению мероприятий. Ну и все мы понимаем, что хотя бы пополнение какой-то материальной базы, не говоря уже там про ремонт еще что-то, а хотя бы внутреннее наполнение это каким-то небольшим инвентарем, проведением более интересно массовых мероприятий. У Федерации наших есть. И вот сегодня мы здесь как раз именно послушать опыт оригинального центра. Приглашенные эксперты, сотрудники губернаторского центра Архангельской области, те, кто непосредственно занимается распределением грантовых средств. И Котловским НКО, а их на территории нашего города более 80, актуальные знания и помощь действительно необходимы. От города Кокласа, как бы ни было печально, к сожалению, в 2023 году на конкурс грантов не было ни одного победителя. Вообще за три года конкурса грантов от города Кокласа поступило 34 заявки. И всего 4 победителя. При этом реализовать социально значимое дело через гранты вполне возможно. Главное – знать нюансы. Правильно выбрать фонд, четко и грамотно изложить идею, ориентируясь на приоритеты конкретного оператора. Много полезных советов, которые можно сразу применять на практике, получают участники в течение всего интенсива. Продолжится он завтра. Присоединиться может любой желающий. Надо лишь зарегистрироваться на странице городской администрации ВКонтакте по ссылке в закрепленном посте. Завтра, 28 ноября, интенсив начнет работу с 9 утра на втором этаже молодежного центра. Один из самых теплых праздников День Матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В Архангельской области к этой дате приурочили региональный конкурс «Поморская семья». Одной из площадок для его проведения стал Котлас. На один день городской дворец культуры стал местом притяжения. Такое количество детей разных возрастов в Котласском дворце культуры бывает разве что на утренниках. Но сегодня они здесь вместе с мамами и папами участвуют в региональном конкурсе «Поморская семья». Нацелены на то, чтобы сплотить наши семьи. Это организованный культурный досуг. Для нас главное, чтобы семьи пришли с хорошим настроением, что многие в полном составе. Для нас это важно, чтобы участвовали мамы, дети. Вы знаете, с малышами для наших мероприятий не проблема. В Архангельской области конкурс «Поморская семья» уже стал традиционным. В этом году в нем приняли участие более ста семей из разных муниципалитетов региона. Эта задача работает на укрепление института молодой семьи вообще в Архангельской области. Также в сегодняшний праздник он еще и направлен на то, чтобы традиционную культуру севера объединить вместе с ценностью семьи. Для участников организован настоящий семейный квест. Семь площадок, на каждой из которых поджидает особое задание. За выполнение начисляются баллы. Запеленать малыша для родителей, конечно, не проблема. Но что если практики давно не было? Вспомнить предлагает площадка «Поморское счастье». И смотрят здесь не только на технику исполнения. Как ребеночка спать укладка? Какую колыбельную споют? А поцелует ли мамочка ребеночка? Были такие мамочки, которые еще и поцелуют на ночь? Да как укроют от комариков-то? Мы же в поморье живем. В семье бабушиных пеленать малыша отправляют маму. Руки, как говорится, помнят. Младшему сыну Никите три года. У мамы больше опыта. И у мамы постоянно с детьми. Это не как более, скажем так, ближе к женщинам. Ну а вы, признавайтесь, пеленать умеете? Ну а как же без этого? Ну а как, у меня трое ребяток уже пеленали не один раз. На конкурсной площадке «Поморская кухня» задание, казалось бы, не из легких. Определить на ощупь несколько видов круп. Хотя опытная мама и здесь на высоте. Девчонки, расскажите, мама часто каши варит? Да, очень часто. Каждое утро. Какая каша любимая? Рисовая. Какая каша больше всего нравится детям? Вот какая она должна быть, чтобы ребенок точно все съел? Приготовленная с любовью. Ну и не жидкая, и не густая. Обязательно приправленная маслом. На сборке автомата отдуваются отцы. Так же, как и на площадке «Поморская рыбалка». Тут необходимо вспомнить как можно больше видов рыб, обитающих в Северной Двине и Белом море. Собрать спилс-карту России – это уже коллективное занятие. Дагестан здесь южнее. В итоге на каждой площадке определились свои победители. Одни из них – семья Шариных. Мама, папа и четверо детей, старший из которых сейчас проходит службу в армии, дружные, активные и творческие. Участвовать в семейных конкурсах для них не впервой. А сегодня они рассказали об основных семейных ценностях. Мы рады демократии, потому что мы прислушиваемся. У нас каждый ребенок – личность. То есть он свой, со своим темпераментом, со своими интересами. И поэтому мы стараемся в семье каждого уважать интересы друг друга. Какая бы ни была проблема, наверное, в семье это все решается легче. Ну вообще, наверное, без семьи нет жизни. Мам, папа! Всех, кто с гордостью и любовью носит звание «Мама», собрал в минувшее воскресенье во Дворце культуры еще один конкурс «Мама года-2023». Волшебное шоу, посвященное материнству и семейным ценностям. Ежегодное мероприятие. В этот раз в нем приняли участие семь прекрасных и ярких дам. И ждал настоящий марафон красоты и талантов, в котором каждая победительница и королева. Мы мамы, мы взрослые. И каждой девочке хочется быть мамой. Они все играют в эту игру. Но, знаете, мамой быть нелегко. Впечатление огромное. Во-первых, праздник такой светлый. И наши женщины, котлашанки, которые сегодня выступали на сцене и боролись стать в 2023 году мамой года. Все светлые, у всех подготовка такая на высшем уровне. То есть даже вот судить было тяжело сегодня. Все в один голос жюри сказали, судить было тяжело, потому что все на уровне. Самое доброе, красивое, любимое. Мама в глазах своих детей всегда лучше. Каждая из семи участниц присвоена звание победительницы в своей номинации. Так само очаровательно признана Ольга Вяткина, артистичная Людмила Новожилова, женственная Ольга Новикова, грациозная Наталья Шароварова, талантливая Анна Батаргина, творческой Елена Спирина, изящной Александр Михайлова. Каждая из участниц достойна специального приза. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Новая зимняя коллекция. Более тысячи моделей шубы, закамеха, дубленок, курток и пуховиков. От 42 до 70 размера, опутиз натуральной кожи и аксессуаров. Выгода при покупке от 10 до 50 процентов на весь ассортимент, даже в рассрочку без участия банков. Котлас, Кузнецова, 8, торговый центр, адмирал, 2 этаж. Коряжма, торговый центр, виконда, проспект Ленина, 17, 2 этаж. Как бессонница в час ночной, А все, любимая, обликной, Чьих невольница ты и дей, Чьих не обходится на людей. Эмоции просто, ну вообще, прям все, вот через край льются, начальше бы какие-то концерты. Супер, вообще, просто, все очень понравилось. Молодцы! 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 Согреем вас зимой. Салон дубленки кожи меха. Стильные и качественные дубленки, пуховики, куртки, пальто из шерсти и многое другое. Салон дубленки кожи меха. Элегантно, стильно, доступно. Коряжма, Ленина, 33. Где купить снегоуборщик? Конечно же, в магазине Бобер. Покупай снегоуборщик-чемпион и забирай масло в подарок. Акция действует с 23 октября 2023 года по 31 января 2024 года. Бобер. Котлас, Гагарина, 45. Коряжма, Кирова, 1. На минувшей неделе в Котласском районе на автодороге Чекшина-Тотьма, Котлас-Куратова, молодой человек не справился с управлением иномарки и вылетел в кувет. В результате ДТП пострадали маленькие дети. Авария произошла на границе Архангельской и Вологодской областей. За рулем иномарки находился молодой человек, стаж вождения которого составил всего два месяца. Предзрительно установлено, что водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, совершил съезд кувет. В результате происшествия телесное поражение получила женщина-пассажир 2002 года рождения, а также два несовершеннолетних пассажира 2021 и 2022 года рождения. Данные пассажиры перевозились в транспортном средстве в специальных детских удерживающих устройствах, креслах. Травмы у детей несерьезные. Больше пострадала женщина. У нее перелом. К другим происшествиям. Сегодня утром в 7 часов 15 минут на станции Сольвычегодск Северной железной дороги при маневровых работах произошел сход одной цисцерны. Внутри было дизельное топливо. Струйная течь, груза устранена. Движение поездов через станцию Сольвычегодск осуществляется по графику. Для поднятия цисцерны на место прибыли восстановительные пожарные поезда, которые базируются на этой же станции. Было вызвано подразделение «Экоспас». Котловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Пострадавших из задержки движения поездов нет. Студентка 2-го курса Котловского педагогического колледжа Валерия Бердова стала победительницей регионального этапа международной премии «Мы вместе». Ее проект «Сказочный вечер» призван один из лучших в основе проекта изучения сказок для школьников. Чудесные диковинные северные сказки. Это целый мир, в котором сплетены воедино повседневный быт и волшебные легенды. Именно с такими сказками Валерия знакомит малышей, хотя увлечь их – нелегкое занятие. «Дети не слушались, но главное их заинтересовать. И потом уже стало очень легко и даже интересно, потому что они рассказывали какие-то свои истории, как им бабушки читали, рассказывали что-то. Было очень интересно. Еще у нас была небольшая игра, где мы называли устаревшие слова, поморские слова из нашего, так сказать, сленга. И они пытались отгадать, что это значит, на уже наш современный манер». Для ребят постарше Валерия придумала другую программу. Они читают друг другу стихи любимых поэтов. «Со стариками беседовала рассудительная. Приветливая лыжка всегда была на ее лице». Такие вечера проходили в детской библиотеке и молодежном центре. Всего на них побывали более 150 школьников и полюбились ребятам. Позже Валерия написала проект и отправила его на международную премию «Мы вместе». Международная премия «Мы вместе» проводится в целях поддержки и выявления лучших лидеров социальных инициатив, которые направлены на помощь людям, на улучшение качества жизни тех территорий, где проживают люди. В Котласе победителем стала Валерия Бердова в номинации «Первый поступок» категория «Волонтеры» со своим проектом «Сказочный вечер». Мне пришел ответ. Мне просто сказали здесь, в молодежном центре, мол, ура, ты победила. Было очень приятно. Сначала я не поверила, а потом, когда у меня уже дошло, что это именно та премия, которую я писала несколько дней, вечерами, сидя здесь, я обрадовалась, очень сильно обрадовалась и была горда собой. Валерия – одна из 13 победителей. Она признается, что придумала свой проект с удовольствием, ведь она сама любит сказки и стихи. Главный посыл в том, чтобы детей познакомить с писателями и подарить им любовь к чтению, чтобы они заинтересовались этой темой и чтобы они полюбили свою родину. В этом тоже была главная причина, чтобы они интересовались своим фольклором и не хотели, скорее всего, отсюда уезжать. Сейчас Валерия увлечена учебой. Она студентка второго курса Котловского педагогического колледжа. Получает профессию парикмахера. Победа воодушевила девушку. И сейчас она мечтает, как вместе с одногруппницами придумает новый проект, который будет связан с ее будущей профессией. Свобода духа, философия жизни, адухотворяющая сила любви. Именно это передавала в своих стихах Котловский поэт Людмила Мусонова. В минувшую субботу в Котловском дворце культуры прошел вечер ее памяти. На нем же был презентован сборник ее избранных произведений, выпущенный к 75-летней годовщине со дня рождения. Безлюдный край, как будто на век вымертый, один лишь путь среди следов зверей. Вечер памяти и презентация книги избранных стихотворений «Бессонная память» Людмилы Мусоновой – мероприятие, важное для поэтов нашего города. Многим из них в свое время она помогла реализоваться как писателем, поддержала в творческих начинаниях. Мы живем с ней по соседству. Была очень делена этому. Вот я к ней приходила домой, показывала свои стихи, она их правила. Мне так было интересно. Мне казалось, они вообще такие у меня стихи. Мне все отристики, но на этом ушло что найти. Очень береждано. Действительно относится к молодым авторам. Самодетельную книжицу я сделала. Я их давала на просмотр, на прочтение. С ее пометками. Где-то она ставила плюсики, где-то ставила минусы. Людмила Мусонова в разные годы вела лиц странички в Дуинской правде и в Вечернем Котласе. В 2000 году проводила большую работу с молодыми авторами клуба «Альфа-Лиры». Творческие встречи она очень любила. Людмила Николаевна тоже читала стихи. Очень мать на все, всех слушала. Была очень чуткой, душевной, такой добрым слушателем. И после уже этой встречи мы с ней поговорили. Людмила Николаевна, вы поэт. Я когда-то писала, но это было очень давно. Вы поэт. Давайте будем продолжать встречи и будем работать с молодыми авторами. Инициатором встречи памяти Людмила Мусоновой выступила Ирина Истомина, член Союза российских писателей. Она же подготовила книгу избранных стихотворений поэта «Бессонная память». У нее очень много, вот мы уже сейчас услышали некоторые стихи, такого трагизма в жизни, потому что жизнь была нелегкой, но тем не менее она была большим оптимистом. У нее, вот я всегда вспоминаю ее улыбку. Она всегда так вот, ну, могла поддержать как-то, хотя самой было, может быть, тяжело. Чтение стихов Людмилы Мусоновой. Исполнение песен на ее произведения. Добрые слова, слезы. Людмила Николаевна оставила глубокий след в душе каждого, как поэта, так и читателя. Во многом благодаря ей Котлас поэтически зазвучал. Сегодня ее дело живет в стихах начинающих авторов. Себе добра ищи. Это вся информация на сегодня. Новости нашего города всегда доступны на сайте котлас24.ру, а также в одноименной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь.